С Волжской, да? А, Николай Угодника. Откуда у нас Николай Угодника? На верхней. Ну вот на Волжской, которая? Нет. А Мангер Славян. На Вестроитель. Я почитаю потом вопрос о Вестроителе. А, да, Николай Угодник и Мангер Славян. Люди, спешите делать добро, учитесь творить чудеса. В этой жизни нам много дано, Богом будет нам открыть небеса. Мы встречаем закат и рассвет, Жизнь и смерть всегда рядом идут. Лишь любовь излучает свет, Ну а злые дела в ад ведут. Ну, таки они все разные, Господи, благослови. Жадовская пустынь. Монастырь были в Жадовском? Не были, да? Жадовская пустынь, райская обитель, Радостно на сердце всем, кто ее видел. Когда-то моя бабушка туда пешком ходила И свои молитвы пред Богом износила. А моих родителей венчали в нижнем храме. Праздничные свечи они держали сами. В алтаре на СМИ свечнике играло пламя. Я чувствовал сердцем, Господь рядом с нами. Потом с мужем и детьми туда я приезжала, Чтоб семьей нашей ослабить грехов жала. Во время литургии я в храме причащалась, А после службы к источнику спускалась. Там вода целебная, а с ней Божья сила. Я о помощи семье заступница просила. А также, чтобы родителям жизнь Бог продлевал. И Царство всем небесное в итоге даровал. Как вы это увидите, там Евангелие от Матфея, читая глава 33 стих. Сказано, ищите прежде Царствие Божие, и правда его, и все с ее приложится вам. То есть пища и еда, как бы основной, да? А там будете читать Евангелие, очень наше. Там есть, когда апостол спрашивает, но позже мы вам покажем. Сейчас мы, чтобы не отвлекаться, да? Запись немножко почитаем, а потом на вопрос ответим. Апостол спрашивает у Сисуса Христа, как учиться, и он сказал, читайте очень наше. Если хотите, послушайте. Это выборочно. Духовный старец посвящается одному старцу. Духовный старец, как заботливый отец, Нас от огня страстей молитвы спасает, И через заповеди ведет к Богу под венец, Пророческим ударом обладает. Добрый старец, словно любящая мать, Своим сердцем наши скорби принимает. Зачат он жизнь свою готов отдать, И любовью к Богу многих обращает. Для людей себя старец не жалеет, Он в смирении служит Богу день и ночь, И ласковым словом каждого согреет. Для него все чадо, как сын и дочь. Ну, может, такой еще Дева Мария. Потому что нас Богородицу не все почитают. Сами знаете, да? Сектанты. Это почитают православные, католики. А у нас есть иеротики, сектанты, которые ее не почитают. Иконы не признают. Ну, вот те и не трогают веру, это их. А мы, ну, там интернет, когда православный сайт, Выходят разные, люди разные смотрят. Вот. Мы православные, поэтому я хочу почитать себя вот Пресвятой Богородице. Дева Мария, Царица Небесная, Она Небеса Ненебесная, Кто Владычицу не почитает, То сокровище себя лишает. Она, споручница грешных, Спасает безнадежных, Благодатная Спарительница Хлебов, Помогает избавиться от грехов. Вратарница, Небесный Покров, Скорой защиты от врагов. Непоручная Дева, Пример чистоты, Между нами и Богом возводит мосты. Преблагословенная Матерь Бога, Всем помогает очень много. А кто о помощи все благою просит, От них она молитву к Богу возносит. Пречистые Девы от смерти спасает, Царство Небесное нас призывает. Она Церкви Святой заступница, Вера Христианская спутница. То есть, многие не понимают, Почему мы читаем иконы. Поскольку Матерь Божия, Все-таки она насел Иисус Христа по плоти, Поэтому мы как можем ее не почитать. А икона для нас не их была. Это всего лишь образ. Мы смотрим на образ И обращаемся к Матери Божией. То есть, не к самой иконе. Она всего лишь напоминает. Вот как я говорю, фотографии. У нас же мы имеем фотографии. Мы же любим своих родителей, Близких, детей. И себя, когда фотографируем для чего? Чтобы не забывать, Чтобы вспомнить. Так же и Матерь Божия. Икона написана для того, Чтобы мы не забывали, Чтобы нам легче было молиться. Чтобы мы вспомнили. Например, Стали молиться. Сколько святых. Я говорю, многие у нас писали молиться, да? И некоторых, может, и забыла бы. А так смотрю икону. И сразу вспоминаю. Святые иконочки Сталиции Пантелеймонима, Моли Бога нас. Святитель Лука Крыльевский, Моли Бога нас. У нас очень много святых. Святые Мученицы, Сарьи Николы. И когда все это нам, Иконы, они просто нам напоминают. Ну и такой стих небольшой, Он из жизни просто посвящать бывшему мужу. Я за тебя молилась, Верила, ждала, Но что-то нагломилась, Устала, не смогла. Жить у нас с тобой не удалась, Виноваты в том одни лишь страсти. Наша связь как нить оборвалась. Без любви жить разве счастье? Не хотим мы жертвовать собою, Всюду ищем легкого пути, Недовольные своей судьбой. Говорим, что тяжело свой крест нести. Правит нами гордость, как хозяйка. Поклонение требует себе. Человеческая жизнь, словно мозаика. Ну а счастье, как кольцо в воде. То есть быстро тонет. То есть счастье приходит, быстро уходит. То есть счастье для нас – это вера. Но мы православные, Ибо сказано, без веры трудно угодить Богу. И такие духовные крупинки небольшие, Скажем, Ну как сказать, Ну и краткие мысли, можно сказать. Я буду делать перерыв, Чтобы понятно, как одна мысль от другой обстоит. Жена часто бывает герой. Пока муж стоит у нее за спиной, А как не станет у жены мужа, То появится у нее слез лужа. То есть это жизненный пример. У нас многие, которые в разводе, А часть которых с мужьями, И вот те, которые живут с мужьями, За их спиной, Они перед теми, которые в разводе, Гордятся. Высоко нос задирают. А когда их постигнет, Постигнет даже учить, Они понимают, что как без мужа плохо, И вместо того, чтобы сочувствовать, И как-то понять, Бывайте, иногда осуждают. Поэтому... Как правильно, бисерно все. Сейчас, подойдет. Нет. Гордон и грех. То есть вот, Можно всем пострадать, да? Всем можно. В этой жизни у каждого свой крест. Наш ум, словно медведь, шатун, Бродит по разным местам, И сложно удержать его нам. Как бы нам свой ум держать Всегда в Боге, да? Чтобы нам жить... Смотри, ты начнешь читать, А ну почему-то Бог у человека не зналенит. Если человек упал телом в грязь, И это душе не причинит вреда. Но когда он впал в блуд, То вот где большая беда. То есть вот это вот, Когда оскверняется не только тело, Но и душа, да? Вот духовника. Все правильно. Бывает и так. Как-то один человек постился, И пост его не во что вменялся. А другой не постился, Но осветился, Потому что смирился. То есть сегодня у нас как раз Батюшка говорил о том, Что вот начался пост, Те, которые постятся, Осуждает тех, которые не постятся. Особенно бывает в семьях, Которые видят, Там кто-то что-то кушает, Кто-то не кушает. И вот начинается, Вот это немножко, да? Кто-то привозносится, может быть. Это сейчас Петра и Павла, да? Да, сейчас Петров пост у нас идет. Сказку жизнь сама не превратится, Если не будем трудиться. То есть мы, как иногда некоторые, да, Все что-то ждем в море погоды, Сидим в сложерочки. Противируется нам дано. Кто-то нам что-то принесет, Кто-то нам что-то даст. Все много просим, просим, просим. Чтобы страсти побеждать, Надо Богу угождать, Его святую волю исполнять, И не оглядываться спять. То есть, как вот сказало, Лот когда пошел, да, И жена за ним, Лотова, Оглянулась спять и превратилась в соляной столб. Вот я так всегда говорю. Так и мы. Когда мы за Богом идем, То за Богом, когда идем, То назад не нужно оглядываться. Ибо Господь, говорит Евангелище, Взявший за плуг и отзирающийся назад, Неблагонадежен для Царствия Небесного. Взержаться Небесного. Да, то есть возвращаться, Как все, говорит, свинья в умытой в грязи. То есть мы когда осветились, Через крещение, да, Потом Таинство покаяния нам дано. Ну, как бы вольно-невольно Верхи бывают, да, от мыслей, от всего. И мы очищаемся через покаяние. А потом бывает опять все люди впадают в грех. Бывает такое, что и православную веру Оставляют уход в секты. Вот уже это очень тяжело для души. То есть самый покой, Боря большая, я считаю. Когда оставляют свою веру, да, И уходят из церкви. Мы стареем, а душа всегда молода, Не страшны ни бурь, ни грозы, Только грех, как старая ржа, Бьет сильнее, чем морозы. То есть грех, поскольку он приносит смерть, да, Вот в послании Римлян 6, 23, там сказано Возмездие за грех смерть, А дар Божья жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Грех от удовольствия только на первый взгляд. Грех это яд, грех ведет в ад. Ну, то есть, почему мы согрешаем, Как, по-моему, где-то святых я читала, Они говорят, потому что какая-то доля удовольствия, Она вначале бывает. Вот вначале, да. Когда мы даже пищу начинаем кушать, Вот, да, мы, как бы, такие вот удобоприклоны к греху. Начинаешь вроде кушать, пища вкусная, А потом забываешься и сможешь переесть, да. То есть это в любом грехе. Ну, нужно себя в контроле держать, да, Себя на контроле, воздерживаться, да. Когда в душе бушуют страсти, как море, То они причиняют ей большое горе. То есть бывает иногда затишье, как говорится, А мне нравится, как один старец сказал в свое время, Затишье бывает перед бурей. Так и у нас. Когда враг на нас не нападает, Немножко нас оставляет в покое, Чтобы мы подумали, что он нас оставил, Как хорошо, какие мы это самое. И мы сразу начинаем сноситься. То есть это они делают специально, Чтобы мы вознеслись и сгорделись. Ну, а когда уж они на нас нападают, Или, вот скажем, особенно это видно, Когда наркоманы, да, В какое-то время наркотики не перебляют, Но впадают они в это. Или пьянцы, да. Любая, любой грех. Любой, да. Когда стрельце нападает, То вот уж что. Ушкалый, да. Как бушущее море, да. А вот у меня еще был такой стих, Когда-то посещала отцу, Ну, у меня, правда, живу еще, И может, 83 года. На 60-летие. Вот прожито немало, 60, Что сделал ты во славу Бога на земле, Растил детей, имеешь трех внучат, Но кто будет молиться о тебе? Сумел ли ты всех вере, воспитать, Достойным подражанием и примером стать? За все потребует ответ творец, Всем людям истинный отец. Небесный царь, а не земной, Что скажет совесть в оправдании тебе? Жил ли в душе лукавый дух или святой? Узнаешь на страшном суде. Но делать надо все сейчас, Дела добра достойны похвалы, Ибо не знаем смертный день и час, Чтоб стать не с шуей стороны. То есть с левой стороны, да? Как мы знаем, что Господь говорит, Когда будет суд, То праздники стоят с правой стороны, А десною, грешники с левой, А шуей, ну, это по церковному славянски. Вам вот плохо, когда слуха нет, Вот только читать. Вот Евангелие будете читать, Вот, который мы вам дали, Да-да, а вы ей подскажете что-то. Это, наверное, больше. Вы писали о письке? Да-да, это. Это ваше, да? Да, это по поведению митрополит Прокол еще, Когда он еще был живой. Можно я еще какую-то писать? В девяностом детстве я у вас внучке не училась, да? Внучка? У меня там дети, в окончании. Давно? Ну, недавно. У меня есть одна книжка. Вы мне там видели, да? Нет, мне кажется, мы с вами встречались. Но, возможно. У меня есть одна книжка. Я постигала. Она говорит, это самое, мне сын привез. И сейчас его нет, так, и мне бедно. А вы хотите сказать, духовно? А, ну, она может, хочет узнать духовно. Мы лежали в детской больнице. А мне тоже кажется, я тоже... И у вас там тоже кто-то лежал. И вот нам приходили с тихи читать. Мне кажется, я вот... А вы кем работаете? Я в кинозаводе работала. А, ну, на заводе я тоже работала, да. Я с внучком там лежала. И вот нам, мне кажется, приходили, вот эти паломоческие. Вот эти вот заставляли, приглашали. Я возила с паломоческими поездками, 10 лет я возила, да. Но приходите приглашать, в больницу я не приходила. Нет, ну там у вас свое что-то было. Нет, вы, наверное, просто путаете. Я сейчас просто так вспоминаю свои события. Рассказывали. Скорее, кто-то рассказывал. Нет, вы рассказывали, что вы ездили в эти паломочки. А, ну, возможно. Просто так, чтобы... Может, вы вместе лежали где-то? Нет, это детская больница. У меня внучка лежала, у вас там кто-то был. А, ну, может быть. Ангел-хранитель. Это написана песня, священная Ангел-хранителем, да. В день, в том числе, Екатерина. То есть, когда я причащался, у Господь дал такую благодать, и написать такое. Точно, Екатерина. Нет, это давай. Святый ангел по небу летел, святый ангел на землю смотрел. Кому из людей его помощь нужна? В храме, где молитва слышна. Ангел-хранитель святой, будь всегда рядом со мной. Ты по жизни со мной иди, и к Богу меня приведи. В храме ребенок крестился, и святой ангел к нему спустился. Малыш в купель погрузился, и грех ему первородный простился. Родился новый воин за Христа, и Иерей помазал миром, ему лоб и уста. Крестные родители верую пели, и ребенка в белую рубашку одели. Малышу дали иконы святых мест, и на грудь ему надел священний крест. А за окном храма погода хороша, к вечной жизни возродилась душа. Я смотрю, у вас... Не надо. Нет, Новый Завет и Псалтырь читать можно. Новый Завет и Псалтырь можно читать. Мы вам тоже дали то же самое, Евангелие, оно входит сюда. Ну, вы ее заберите. Здесь и Псалтырь есть. Это сын мне привез. Причем, что интересно, здесь Псалтырь на русском языке есть. Потому что у нас же на церковном славянском. И, ну, там молитва. Желательно, конечно, молитва. Это в Афганистане был. Он когда был в Афганистане, вовремя. Вот маме писал. Мне и это мне. Спасибо. А это не надо. Сейчас. Спасибо. Если, может, какие-то вопросы есть, мы сейчас отключим. Борь, перебор, ставить. Спасибо большое. Внимание.